Мне кажется, что вообще вот эти информационные войны, которые начались там с подачи Березовского, Бусинского, с которым ты был хорошо знаком, они разворотили наш церковь журналистикой, потому что мы помним, что журналисты работали там ради нескольких строчек в газете, что вот были заточены на... Где эти журналисты теперь? Ну вот, да, вот. А сейчас вот в журналистику, мне кажется, идут люди деньги зарабатывать. Вот ты преподаешь, еще ведь читаешь на журфаке. У меня много лет студия на журфаке. Вот скажи мне про тех, кто хочет сейчас пойти в журналистику. Что это за люди, что их стимулирует? Ты знаешь, очень разные. Большинство, конечно, не понимают, что журналистика – это особая профессия. И если задача человека зарабатывать деньги, то лучше идти в какую-нибудь другую профессию. С учетом того, что на журфаке МГУ много симпатичных девушек, я думаю, у них большой простор есть для выбора каких-то более эффективных путей зарабатывания денег. Я имею в виду все легальное только. Но вкалывать и мучиться, и ждать, пока публикуют заметку, и искать информацию, и, в общем, рисковать, куда-то попадая в какие-то иногда и передряги. Ты прекрасно знаешь, что журналисты иногда и в опасные ситуации попадают, и у тебя такое было в жизни. Они, может быть, романтически готовы об этом говорить, но к себе они это не прикладывают. В большинстве штучно попадаются. Ты знаешь, вот я эту студию веду лет 17-18, и штучно, вот несколько человек я взял на работу, тех, кто понимают и хотят понимать журналистику, как вот такую особую работу, знаешь, как призвание, как, может быть, там, путь жизни. Ну, таких очень мало. В основном, понимаешь, пресс-службы, пресс-центры, пиар-компании, рекламные фирмы и все такое. Ну, это нормально. Я боюсь, что происходит девальвация отнюдь не только в журналистике. Она во многих профессиях такая девальвация. В творческих профессиях. Да, прежде всего, в творческих профессиях происходит такое, вот, знаешь, обезличивание. Вот, когда говорят, вот у нас журналистика. Я спрашиваю, а кого вы из современных журналистов молодых знаете и уважаете? Молодых. Вот тебя могу спросить. Нет, ну... Это многозначительно многие говорят. Из газетчиков не знаю. То есть, вот, из телевизиончиков еще мог бы кого-то назвать. На телевидении есть несколько ребят, да. Да, а из газетчиков, пожалуй, что вот... Когда начинают какие-нибудь фамилии называть, это или корифеи, или те, кого уже, к сожалению, нет с нами, или люди, которые, ну, очень сомнительные, скажем, по некоторым сути. Ну, я понимаю, да, о ком ты говоришь. Вот, а таких вот 30-25-летних звезд восходящих назвать сложно. Скажем, когда у меня начинал Андрей Колесников, я был заводелом «Московской правды», а он у меня корреспондентом работал. Да, уже тогда было видно, что это личность, у него стиль особый. Мне далеко не все нравится, что он говорит, пишет, но стиль особый, это, безусловно, свой взгляд на мир, свой подход и свой язык и так далее. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».